ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСАТОМ Да, мы знаем, что наш завод будет переоборудован и будет заниматься переработкой отходов. Нас, естественно, волнует, как все это будет организовано и как будут учтены наши интересы, тех, кто здесь живет и работает. Люди хотят знать, что будет. Люди хотят знать, как будет. А самое главное, что это даст им, как населению, проживающему в данном регионе. Тему промышленной экологии, безопасности уже не первый год активно обсуждается с экспертами. Это проходит максимально публично. Мы не делаем из этого никаких секретов. Наоборот, мы помогаем интересующимся людям полнее и детальнее разобраться в вопросе. Общение с людьми – это очень важно в наше время. Нужно правдиво, эффективно и качественно донести до населения информацию федерального экологического оператора. Граждане могут привлечь специалистов, провести общественную экологическую экспертизу и получить результаты независимо от государственной экологической экспертизы. Когда люди своими глазами видят, как идет реализация того или иного проекта, они перестают опасаться. Создается некая платформа, площадка для взаимодействия, где люди могут прийти и обсудить те вопросы, которые их волнуют, их интересуют. Мы открыли общественные приемные, онлайн-ресурсы для того, чтобы люди могли не просто получать информацию от тех проектов, которые мы реализуем, но и давать обратную связь. То, что у федерального проекта есть горячий телефон на линии, есть живые страницы в социальных сетях, это дает возможность получить людям ответы на свои вопросы. Будущие технопарки – это сложные высокотехнологичные производства. И очень важно, что современные технологии дают возможность онлайн-мониторинга их воздействия на окружающую среду. Любой человек, любой местный житель в реальном времени на экране компьютера сможет наблюдать за экологической обстановкой в районе экотехнопарка. Это сочетание живого непосредственного контроля и наблюдения в онлайне дает нам возможность постоянно быть в курсе того, как реализуется проект. И очень важно, чтобы эта информация доносилась до населения, чтобы население видело, что вот в течение суток, недели, месяца отбираются пробы и насколько есть или нет соответствия и непревышения. Для нас общественный контроль – это прозрачность и это, как ни странно, безопасность. Потому что от того, как мы выстроим эту работу с населением, будет и в том числе восприниматься та деятельность, которую мы видим.